То, что было еще в седьмом-восьмом году и покажется цветочками для всех для нас. Текут реки крови, когда люди спасают бизнесы, когда люди начинают распродавать свои активы, которые стоят дешево, потому что им просто элементарно нужно есть. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим, как сохранить, приумножить деньги в эти непростые времена. Сегодня в видео поговорим о том, каким образом можно заработать на кризисе, стоит ли это делать, какие, с одной стороны, есть возможности, какие люди рассматривают варианты заработать на кризис, какие существуют варианты и какие риски могут реализоваться, если использовать известные инструменты заработка на кризисе. Итак, давайте сначала, опять-таки, начнем, я традиционно такую предысторию рассказываю, с понятия, что такое кризис. В первую очередь, когда мы говорим о кризисе, это кто-то считает это девальвация национальной валюты, кто-то считает это падение экономики, кто-то считает это увольнение с работы. Но причиной кризиса практически всегда выступает кризис доверия, когда контрагенты, экономические агенты, которые между собой взаимодействуют, покупают и продают, они перестают друг другу доверять. Пропадает доверие, происходит то, что никто никому не доверяет, все требуют деньги прямо сейчас, кредитование прекращается, никто не знает, кто насколько закредитован, у кого какой уровень долга, у кого какие риски, и получается вот циркулирование денежной массы в экономике, оно не просто замедляется, оно останавливается. И от этого лопается сначала один, потом другой, если посмотреть опять же на кризис 2007-2008 года, почему мы называем его кризисом, с чего он начался? С того, что крупный банк просто дефолтнул, он просто обанкротился, потому что были плохие compliance, то есть риски, переоценили риски, купили очень много на заемные деньги, нехороших активов, обанкротились, и все, и доверие. Потому что контрагенты, другие банки, которые с этим банком работали, они поняли, что от этого банка они ничего не получат. Причем у них были взаимные обязательства. Вот в этой цепочке, насколько банкротство одного банка, насколько банкротство крупного причем банка, может повлиять на платежеспособность другого банка. И поэтому начинается кризис. В чем выражается, как правило, кризис? Это падает экономика, это растет безработица, перестают льют кредитованием заниматься, непосредственно требуют предоплаты. То есть вот основные характеристики кризиса. Когда происходит уменьшение, сжатие экономики, начинают падать доходы у всех, у предприятий, у граждан. То есть доходы абсолютно у всех падают, безработица растет. Вот, в принципе, признаки кризиса. Как на этом зарабатывать? То есть есть два основных типа, каким образом можно зарабатывать на кризисе. Первое, это вот всем известно, да, благодаря фильму «Игра на понижение». То есть попытаться предугадать, когда будет кризис, спрогнозировать этот кризис и сделать ставку на падение определенных активов. Это могут быть облигации, это могут быть акции, это может быть недвижимость. Что значит сделать ставку на падение? Это значит, когда активы еще стоят дорого, когда в экономике все хорошо, когда никакого кризиса нет и активы стоят дорого. В этом случае вы продаете активы, которые стоят дорого, даже взяв их взаймы. То есть вы взаймы берете не деньги, а взаймы берете активы и продаете. Остаетесь на кэше, активы падают в цене в два раза, и вы этот же самый актив покупаете, но уже дешевле. И на вот этой вот разнице зарабатываете. Продали, когда все стоило дорого, купили, когда все стоит дешево. И это я сам, чего греха таить, если взять год 2013-2014. Я зарабатывал на кризисе именно посредством таких шартовых позиций. То есть называется продажа без покрытия. Но в чем здесь заключается в настоящий момент риск? Риск заключается в том, что мы не знаем, когда это падение начнется и как долго оно продолжится. А активы, которые продаются, они все равно занимаются. За них все равно нужно платить деньги. И в этом заключается основная боль, основная ошибка. О том, будет кризис или нет, мы поговорим позже. А сейчас, соответственно, продолжу. То есть риски заключаются в том, что когда вы продаете активы, которые были взяты взаймы, то за них все равно нужно платить. То есть вы все равно брокеру за займ активов платите деньги. Даже если вспомнить ту же самую игру на понижение, когда Майкл Бьюри поставил ставку на падение облигаций, обеспеченной субординированными кредитами, у него были убытки. Причем колоссальные убытки для Америки. То есть доходили до 29%. Простите, доктор Бьюри, это неразумное положение. Если учесть общепринятую точку зрения банкиров и рынка, да, это неразумная инвестиция. Но все ошибаются. Что? Смешно. Здесь тоже вопрос готовности переждать именно такого рода убытки. Давайте сейчас поговорим о том, будет кризис или нет. Какие цифры показывают, что мы находимся в очень и очень проблематичной ситуации. Я считаю важным это сказать, потому что немногие осознают весь масштаб возможного бедствия, которое может произойти, и то, что было еще в седьмом-восьмом году, и покажется цветочками для всех для нас. 300 триллионов долларов составляет общий мировой доллар. Инфляция сейчас разгоняется к параметрам порядка 7%. В Америке инфляция там 8,7-8,5%. В еврозоне там в районе от 7 до 15% уже. Но это только показатели инфляции. Если взять показатели индекса цен производителей, то есть насколько у нас выросли товары по сравнению с прошлым годом. Товары, которые произведены на производстве, но находятся в зоне отгрузки. То есть они произведены, они уже готовы, их можно использовать, но они вот стоят, их нужно еще доставить потребителю. То есть их нужно перевести, их нужно где-то складировать, им нужно передать в дистрибуцию, соответственно, в розницу это все передать. На каждом этапе есть логистические издержки, есть транспортные издержки, есть энергетические издержки. Еще маржат каждого человека должна быть. Ну, то есть кто участвует в этом процессе, все посредники, они должны на этом заработать. Так вот, к вопросу индекса цен производителей. В Америке индекс цен производителей составляет порядка 27%. В Германии 33%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, основные товары потребительские, которые потребляются в Европе, выросли в цене на 33% у производителя. Суть заключается в том, что просто по-другому последние 20-30 лет по-другому считается инфляция. Еще 30 лет назад основным показателем инфляции был индекс цен производителей. То есть инфляция, она сейчас будет преследовать, и она уже перестает носить временный характер, скорее превращается в постоянный. Это второй фактор. Для того, чтобы сдержать инфляцию, нужно повышать процентные ставки. То есть стоимость кредита, стоимость обслуживания кредита будет расти. Еще раз вернемся к тому, что стоимость глобального кредита 300 триллионов долларов. При этом вся мировая экономика в 2021 году произвела ВВП, мировой ВВП составил 94 триллиона долларов, а долг 300 триллионов. Но нужно понимать, что 94 триллиона – это объем произведенных товаров и услуг. Ну, валовая выручка, валовая прибыль – это не чистая прибыль, это то, насколько было продано товаров и услуг. Теперь посчитаем, да, нам нужно посчитать чистую прибыль. Как можно посчитать чистую прибыль? В принципе, есть такие показатели – цена-прибыль. Для любой компании рентабельность можно посчитать, зная, какой показатель цена-прибыль. Цена-прибыль – мы цену акции делим на прибыль компании, и в этом случае мы получаем количество лет окупаемости. Если, соответственно, мы знаем этот показатель, мы можем рассчитать рентабельность. Если показатель PIE составляет 25, то в этом случае рентабельность 4%. Если показатель составляет 30-35, то этот показатель составляет порядка 3%. Почему я про это говорю? Потому что показатель PIE для американского рынка, для американских компаний, составлял на уровне 30-35, после коррекции сполз куда-то в район 25-30. В Китае, соответственно, этот показатель доходил до 45-55. Сейчас он после коррекции 2021-2022 годов пришел к значению, опять-таки, где-то 30-35. Получается рентабельность, в принципе, компании. То есть нам важно понимать, какую чистую прибыль зарабатывают компании, китайские, американские. То есть мы просто берем китайские и американские компании. Нам все говорят, что эти две экономики занимают половину мирового ВВП. И в этом случае мы понимаем, что, в принципе, эти компании работают с рентабельностью в районе 4-5%. То есть из мирового ВВП в 94 триллиона по итогам 2021 года мы берем чистую прибыль, ну, пускай 5%. И пускай, чтобы легко нам было считать, будет в мировой ВВП 100 триллионов. То есть 5 триллионов долларов – это чистая прибыль, которую мы меряем во всем мире. А весь долг составляет 300 триллионов долларов. И вот разделите 300 триллионов долларов, да, то есть это не считая стоимости обслуживания кредита. Если у нас мировая инфляция зафиксируется где-то на уровне 5%, и стоимость обслуживания данного долга в следующие 3-5 лет станет там на уровне, пускай, 3-4% замещения долга будет происходить. Тогда мы можем посчитать. Мы берем 5% от 300 триллионов, и это получается, что 1,5 триллиона долларов нужно будет отдавать только на обслуживание долга. То есть сам долг не гасится. Само его обслуживание будет составлять порядка 1,5 триллиона. А весь ВВП за год составляет чистая прибыль, составляет 5 триллионов. То есть мы находимся в той ситуации, что уровень долга колоссальный. Инфляция растет, процентные ставки будут расти, чтобы эту инфляцию сдержать. Самое интересное, растут-то ставки очень медленно. Реакцию проявляют монетарные власти. В Японии вообще не реагируют. Европейский Центробанк только сейчас думает о том, чтобы поднять процентные ставки. Более или менее агрессивно поступает ФРС, который уже повысил на 0,5% пунктов, и еще будет, наверное, 3-4 повышения по 0,5%. Но опять это к чему приведет? Это к тому, что деньги станут дорогие, кредиты станут дорогие, ударят по потребительской способности. И вот в этой цепочке в 2007-2008 году был всего лишь один банк, который обанкротившись привел к колоссальным проблемам в финансовой системе всего мира. И уровень мирового долга был там в три раза меньше, чем он составляет сейчас. Сейчас у нас уровень долга вырос, и, соответственно, вот в этом адовом котле кредитов, задолженности, никто не понимает, кто какие обязательства и кто какие риски на себя несет. И когда будет разрушено доверие, то мы придем к тому, что, в принципе, никто никому ничего обслуживать не будет. И потребление снизится, а стоимость денег будет достаточно высокая. Почему я про это говорю, как заработать на кризисе? Потому что то, что происходит сейчас, это тектонические сдвиги. То же, о чем я обещал поговорить, это о том, какие риски присутствуют у людей. Потому что я сейчас общаюсь с очень многими людьми, и вот наши собственные паттерны поведения на основе нашего опыта, люди, которые сейчас занимаются управлением, которые отвечают за монетарную политику, за финансы, у них нет опыта жизни в большом кризисе, в большом, продолжительном, долгосрочном. Потому что все кризисы последних 100 лет, они были краткосрочными по своей природе. То есть они занимали там максимум 2-3 года. То есть 10-летний краткосрочный кредитный цикл, из которых 1,5-2 года – это период кризиса, оставшиеся 2-3 времени – это рост. Сейчас же, когда люди пытаются заработать на кризисе, они считают, что это тоже будет краткосрочно. То есть коротко опять всем будет больно, но нужно понять одну простую вещь. Еще больше напечатать денег не представляется возможным. Будет просто галлопирующая инфляция. Инфляция съест всю прибыль. И поэтому, когда мы говорим, что шортить, продавать что-то без покрытия, ребят, я вот сейчас очень хочу быть чрезмерно, наверное, пессимистичным. Не нужно играть вот в эту угадайку, да, не нужно зарабатывать на падение. Зарабатывать на падение можно или через шорт, про который я рассказал, или просто у вас вы поддерживаете ликвидность, вы поддерживаете инфраструктуру. То есть у вас есть брокерские счета на территории России, которые вам позволят осуществить глобальные инвестиции. У вас есть кэш, несмотря на то, что его обесценивает инфляция. И самое главное, я вообще запланировал отдельный мастер-класс. Ссылочка на него будет под данным видео. На этом мастер-классе я, соответственно, проведу анализ всех активов, которые доступны для частных инвесторов. Облигации, недвижимость, сырьевые товары, акции. То есть каким образом они будут убивать ваш капитал в следующие 2-3 года. Почему они будут убивать капитал, какие риски при этом присутствуют. И самое главное, я назову ориентиры, на что стоит ориентироваться, для того, чтобы эти риски минимизировать. Ссылочка будет под данным видео, поэтому проходите, смотрите. Я думаю, что вам это будет полезно и интересно. В заключение данного видео, что хочется сказать. Каким образом можно зарабатывать на кризисе? Классический способ заработка в период краткосрочного кредитного цикла падения. Это играть на понижение. Это занимать активы, продавать, когда они стоят дорого, дождаться, когда они будут стоить дешево, когда скорректируются в цене. И как выходить лесенкой, так и заходить лесенкой. То есть упало на 30%, купили часть, упало еще на 30%, еще купили часть. То есть покупать непосредственно по чуть-чуть. В любом случае, всегда в кризис выручают кэш. В кризис всегда выручают наличные деньги. Уже более полутора лет, старички на канале, я вас приветствую. Я говорил лично о том, что у меня порядка 30% кэша, подушки безопасности, которые находятся просто в наличной форме. Я не знал, что произойдет, но почему-то я считал, что лучше это хранить в сейфе дома, чтобы это было доступно в наличной форме. Мы видим, как это реализовалось, допустим, в марте 2022. Поэтому здесь зарабатывает тот, у кого есть высоколиквидные активы, в период, когда текут реки крови. Когда люди спасают бизнесы, когда люди начинают распродавать свои активы, которые стоят дешево, потому что им просто элементарно нужно есть. Поэтому основной инструмент заработка – это находиться в кризисный период на наличных деньгах. Может быть, очевидно, может быть, просто готов выслушать ваши комментарии, но, к сожалению, ничего другого не придумано. Разница в моменте. Даже Рэй Далио на одном из своих последних выступлений заявлял, что родившийся в 1946 году ни разу не видел такой ситуации, которая приводит к глобальным, большим, долгосрочным, затяжным кризисам. И он указывает определенные признаки, которые характеризуют долгосрочный кредитный кризис. Итак, друзья, для того, чтобы справиться с кризисом, пережить его, то есть мы не хотим говорить о том, что его нужно преодолевать, что нам нужно зарабатывать сейчас. Нет, речь не про это. Речь про то, что его нужно пережить и по максимуму сохранить покупательскую способность своих активов. Это является ключевым моментом. Для того, чтобы это сделать успешно, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Жду вас также в телеграм-канале, на которых я выпускаю маленькие короткие видео по текущей ситуации. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok